Привет гитарный YouTube! С вами снова я, новичок без задатков с опытом игры на гитаре 18 лет. Из них 13 лет с электрогитарой. Небольшое такое видео касательно выкручивания громкости во время пауз. Был период, когда я активно играл, репетировал и этот навык отработал до автоматизма. К сожалению, после двух лет перерыва он немножко потерялся и часто забываю выкрутить громкость. А было время, когда я громкость даже убирал на акустической гитаре. Как это выглядело? То есть играем какую-то песню на акустике, я что-то там играю и в паузе я беру и пытаюсь выкрутить громкость, хотя как бы ручки громкости на акустике нету. Да, оно как бы смешно, но вот настолько это все было отработано до автоматизма. Секундочку. Продолжим. Я думаю, если не забывать, мне удастся вернуть этот навык. Кое-как бы мелочь, но... Ну, необходима эта мелочь. И пару слов. Вот вечер сел позаниматься, поанализируя свое крайнее видео. Видел, что пролазит шуршалити. Пускай я и стараюсь, и пытаюсь аккуратно снимать пальцы, но тем не менее шуршалити пролазит. Определил, что виною является мизинец. Почему? Пока не знаю. Ну вот, мизинец, он создает вот это вот главное шуршалити. Ну вот, я с ля перехожу на ми. Зашуршало. А с ми обратно к ля. Все тихо. Еще разок, и получилось-то ешкин кот. Еще раз. Ля. Ми. Из ми на ля все чисто. Ну, не знаю, то есть указательным пальцем получается переходить без шуршалити, а вот с мизинцем, с мизинцем беда. Может, это из-за того, что я совсем недавно только начал, опять же, по совету Фреда-гитариста, квинты брать через мизинец. То есть раньше квинты я брал вот так вот, да еще добавлял мизинец, дублировал октавой. Видно? Сейчас не видно. Блин. Ну, поняли, да? Тонника, квинта и октава. Вот. То сейчас я беру через мизинец. Ну, реально, согласен, намного легче, удобней. Рука расслабленная. Здорово. Громкость не забываем. Ну, как-то так. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok